всем привет сегодня у нас второй урок по работе с библиотекой sdl и сегодня мы нарисуем не нарисуем а выведем картинку картинку нарисуем картинку в нашем окне так и это это у нас этот урок находится вот здесь вот он да вот что для этого надо сделать но для этого надо сделать как минимум если мы используем пути то то надо как минимум скопировать картинки в правильное место потому что потому что сейчас давайте я соберу это собрал потому что когда идет запуск программы из редактора то соответственно режиме дебага корневым как корневой директоре считается то директоре где бинарник а бинарники у нас собираются вот в такой папочке к примеру дебаг lesson 2 здесь бинарник если мы будем обращаться каким-то картиночкам то будет обращение непосредственно вот в корне этой папки короче копируем туда дебинарник вот потому что там у меня картинка которую мы сейчас загрузим это давайте посмотрим на код что тут есть но это уже привычно вас есть на переменные который указывает на окно дальше есть у нас поверхность и дальше у нас есть 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 непосредственно еще одна поверхность то есть на эту поверхность мы загрузим нашу картинку вот дальше этот эти две переменные у нас содержат ширину и высоту нашего создаваемого окна дальше у нас есть три функции и нет lot media и close то есть все мы вынесли в отдельные функции чтобы функция main было как можно меньше и чтобы перед глазами было видно что здесь происходит что еще хоть важно да ну и много еще скажу на sdl surface то есть вот эти вот поверхности используется для отрисовки да используется программная отрисовка программное обеспечение то есть не не средствами видеокарты а средствами центрального процессора то есть cpu а они gpu то есть здесь программный рендеринг происходит вот для того чтобы использовать hardware acceleration да они software то есть для того чтобы использовать графический процессор нужно приложить немного другие усилия чем приложены и здесь но об этом потом будет в уроках то есть сейчас отрисовка картинки будет с помощью software рендеринг соответственно software рендеринг это будет использоваться центральный процессор и так и нет ну давайте на функции нет посмотрим функции нет нам уже знакомо здесь инициализируется библиотека создается окно и мы делаем запрос на поверхность дальше что происходит дальше дальше мы пытаемся загрузить картинку и вот здесь давайте посмотрим на эту функцию чё это за функция есть функция sdl lot bmp давайте перейдем в нашу вики и посмотрим и посмотрите можно даже вов загрузить а можно загрузить object а object это судя по всему а это библиотека мне что-то показалось модель ладно 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 об этом потом так функция lot bmp то есть bmp это картинка я так вы должны понимать да формата bmp то есть используйте эту функцию для того чтобы загрузить на поверхность картинку из bmp файла нужно здесь передать путь и возвращает указатель на новую поверхность либо же нул если нул воспользуйтесь sdl get error для получения более подробной информации соответственно здесь функция довольно проста указываем полный путь файлу и получаем либо нул либо указатель на поверхность в данном случае вот указан путь до pics logo bmp то есть непосредственно когда мы из кити запускаем то бинарник запускается из этой папки вот дебаг папочка потом там проекты туда-сюда и вот вот здесь непосредственно отсюда будет искаться то есть это будет корневая директория начиная с которой вот начнется поиск вот этого пути и этот путь там есть то есть загрузка картинки на вещь несложно дальше дальше вот загрузили мы картинку чё нужно сделать дальше а теперь мы apply the image до применить эту картинку то есть мы используем функцию sdl bleed surface давайте посмотрим что это за функция давайте давайте вот она и эта функция она используйте эту функцию для быстрого копирования поверхности на ну какой-то поверхности на destination surface да на ту поверхность на которую вам нужно вот соответственно наше hello world но это не hello world ну ну это копипаст такой короче скопируется на эту поверхность соответственно если размеры нашего hello world а будут такие же то все перекроется если меньше то не все перекроется ну 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 давайте посмотрим какие еще параметры там смотрите есть поверхность source до исходник то что мы будем копировать есть можно также указать что не все надо копировать а какую-то часть картиночки дальше куда мы это копируем и тоже можно указать если не на всю поверхность то на какую часть вот соответственно если по нулям то будет скопирована полностью вот эту поверхность на полностью на вот эту поверхность ну давайте запустим чем мы видим мы видим sdl был картиночка sdl а теперь давайте давайте попробуем поиграться а хотя я не буду поиграться это в качестве домашнего задания для вас попробуйте здесь указать да там ну как в первом уроке мы с рек там да здесь рек то есть прямоугольник прямоугольник ой не это давайте например вот эту буковку скопировать правый нижний угол что то типа такого вот соответственно вот здесь вам надо указать правильный прямоугольник на букву s а вот здесь тот участок куда эту s надо скопировать вот короче если по нулям то будет полное копирование картинки на ну поверхности на другую поверхность вот собственно и все то есть ничего сложного нет ну функция close еще у нас освобождает поверхность нашей картинки до освобождает память дальше закрывается окно и все с обмодули прекращают свою работу вот то есть что тут было ключевым возможно это то что для отрисовки картинки используется центральный процессор а не графический но графический тоже можно использовать ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока